Продолжение беседы святителя Иоанна Златоустова о втором пришествии. Христос придет на этот суд, имея величайшее оправдание – крест. Показывая не только раны, но и постыдную смерть, тогда восплачут все племена земные. Матфея 24, 30. Не будет нужды в обличении после того, как они увидят крест, и они восплачут, так как не получили никакой пользы от смерти его и распяли того, которому должны были поклониться. «Видишь ли, сколь страшным представил Христос свое пришествие, как ободрил сердца учеников? Для того он сперва и представляет печальное знамение, а потом радостное, чтобы таким образом утешить и успокоить их. Снова напоминая им о страдании воскресенья, он представляет крест в блистательном образе, чтобы они не стыдились и не скорбели, так как он придет, полагая его вместо знамения. В другом же месте Писания говорит «возряд на него, которого пронзили». Порока Захария 12, 10. «Поэтому-то восплачут племена, увидев того самого, которого пронзили. Напомнив о кресте, Христос пресокупил, увидят сына человеческого грядущего не на кресте, но на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24, 30. «Услышав о кресте, ты опять не представляй чего-либо печального. Христос придет силою, силою и славою многою. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, подобно тому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать самый камень или окровавленные одежды, придет на облаке, подобно тому, как и вознесся, и, видя это, восплачут племена. Стал показывать самый камень. «Впрочем, бедствие их не ограничится одним плачем, но плач этот будет для того, чтобы они сами над собою произнесли приговор и осудили самих себя. В то же время еще и пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ветров от края неба до края их». Матфея 24, 31. Тогда ты услышишь это. Когда ты услышишь это, представь себе мучения тех, которые останутся. Они понесут не только то наказание, но и это. «И как выше говорил Христос, что воскликнут благословен грядущий во имя Господня». Матфея 23, 39. Так и здесь говорит, что восплачут. Итак, ангелы соберут воскресших, и облако восхитит собранных, и все это произойдет в подчайшее время и мгновение. Господь будет призывать их, не пребывая на высоте, но Сам придет с трубным голосом. Для чего же будут трубы и голос? Для возбуждения, для радости, для представления ужасных событий, для мучения тех, которые оставляются. Горе нам от этого страшного дня. Надлежалось бы нам радоваться, когда мы слышим это, но мы скорбим, сетуем и печалимся. Или в один... Или я один испытываю такое чувство, а вы радуетесь, слыша это. На меня находят некоторые ужасы, когда говорю об этом. И я горько плачу и вздыхаю из глубины сердца. Впрочем, не это смущает меня, но то, что вслед за тем сказано о девах, воскрившем в землю полученный талант, о лукавом рабе. Поэтому-то я плачу, представляя, какой мы лишимся славы, какой надежды, благ, и при том совершенной навсегда, если хотя бы немного не позаботимся. Если бы и велик был труд, и тяжкий закон, но и в таком случае надлежало бы все исполнить. Хотя многие из нерадивых и думали иметь некоторые извинения. Правда бесполезная, впрочем, думали иметь, указывая на чрезмерную тяжесть заповеди, на великий труд, на бесконечное время и невыносимое бремя. Но теперь ничего подобного мы не можем представить в оправдании. Поистине и время кратко, и труд мал, а между тем мы расслаблены и унылы. На земле подвязаешься, а на небесах венец, от людей принимаешь мучения, а от Бога получаешь честь. Два дня бежишь, а на бесконечные веки награда, в тленном теле борьба, а в нетленном честь. А сверх этого должно еще представлять и то, что хотя бы мы и не решились потерпеть для Христа некоторые скорби, все же совершенно необходимо будет потерпеть их только иным образом. Если ты и не умрешь за Христа, то не будешь же бессмертен, если и не подвергнешь для Христа богатства, то не возьмешь его с собой по смерти. Подумай, какое великое благо любовь сама по себе. Да, это уже другое все. Кончилось. Ну вот, здесь кратко эта беседа, конечно, она в его полных-то трудах гораздо пространнее. Это выбрало просто самое то, что краткое. Потому что его толкование, это не толкование Блаженного Феофилакта. Блаженного Феофилакта кратко все, а он очень пространно, потому что он говорил, это не просто толковал где-то сидел, а это его были беседы перед всем народом. Тысячи народа стояли на площади, было. И в это время он говорил беседы. Беседы были не такие краткие, а до двух часов и более тянулся беседы. И люди стояли и слушали и часто заканчивали рукоплескание. И однажды он сказал беседу против рукоплескания, чтобы не было этого. То после этого, говорит, долгое время на площади раздавалось рукоплескание. Вот так.